Ну, как бы, изначально желая доставить, ну, неприятно. А вот преданные, я пишу в комментариях, они, ну, более, как бы, да, счастливы, так как они стараются служить, да, и таким образом, как бы, доставить удовольствие. Ну, вот, все же, как, вот, такое, как бы, противоречие, мы можем, да, и где-то, какие-то, может, распорядления совершать, где-то не совсем искренний мотив, может быть, да, и получим ли мы больше блага, чем ту же тему, которая уже получила, освобождение, причем не просто какое-то безличное, да, а именно такое же тело, как госпитал. Все дело в том, какое наше желание. Кришна в конце Брама Самхиты, Он говорит, очень интересные слова, Он говорит, я дреши, я дреши, шрадхасид гирбаватит, я дреши, да, после того, как Господь Брама возносит молитвы, Брама Самхиты, говинна маади, плашананта махангу, джами. Кришна отвечает, Он говорит, что, да, Он, так сказать, ставит печать на Брама Самхиты, Он подтверждает, да, Господь, все, что Ты говоришь о Брама, все правильно, все правильно. И Он подводит итогом, говорит, что, насколько, куда направлена Твоя вера, насколько она сильна, настолько Ты достигаешь совершенства. И, что касается демонов, нужно очень хорошо понять, что есть очень много демонов. То есть, многие живые существа, они относятся к демоническим существам, но лишь единицы из них, которых можно посчитать на пальцах, описываются в Священных Писаниях и получают освобождение. Потому что их мотивы неправильные, их мотивы, как это доставить в беспокойство Кришне. То есть, если мы возьмем процентное соотношение, сколько демонов на самом деле не получают освобождение, сколько из них падают в адские планеты, сколько из них страдают, то нам, как бы, этот вариант сразу можно отставить в сторону. Тогда, как, если мы посмотрим на то, сколько преданных достигают успеха, намного больше. Намного больше. То есть, Кришна говорит, Просто, практикуя сознание Кришны, человек не терпит ни потерь, никаких, ничего не теряет. Потому что даже небольшое предвижение, оно спасает человека от величайшей опасности. И у каждого из нас свой путь. И став, получив возможность, вот эту милость Человек-Правопады здесь, мы можем вернуться реально за одну жизнь. То есть, это была программа Человек-Правопады. И он дал нам для этого все, что нужно. То есть, у нас есть вся милость, все знания, все, что нужно для того, чтобы за одну жизнь достиг совершенства. Многие люди любят, ну, все любят слушать лекции, видео смотреть, а книги Человек-Правопады читать не очень любят. Я вот общалась на воскресной программе с женщиной, что она только пришла в сознание Кришны, и она вот прям целом день слушает, слушает, а книжку Человек-Правопада так не открыла. То есть, она читает, ну, слушает, а книжку Человек-Правопады тоже. Как я объясняла, что нет, это очень важно читать. Как ей, естественно, развить вкус к чтению Человек-Правопады? Естественно, это значит то, что нужно, во-первых, продолжать слушать. Нужно продолжать делать то, что ей нравится. Не нужно запрещать. Не нужно говорить, что нет. Все. Если не будешь читать, уходи. Вообще не читай. Вообще-то ты нам не нужна такая. Если не будешь в день по два часа читать, пусть продолжает слушать. И когда-нибудь, когда она будет слушать, слушать, потом она поймет, о чем же говорится во всех лекциях. Надо читать тоже. Но есть более, скажем, эффективный способ. Но этот способ не всем доступен. Более эффективный способ заключается в том, чтобы общаться с теми, кто много читает. Книги-Правопады. И если вы можете позволить себе общаться, например, приходить на какие-то встречи. Многие преданные, они специально договариваются на технодеке, читать книги, обсуждать книги. Вместе читают книги. Это дает вкус. Точно. Так как бактят бакты или чтение книг от тех, кто их читает. Да, конечно, такой процесс. Слассно. Ну, сам Широпарападу Багаватам говорит, что, несмотря на то, что книги важно читать, что важнее слушать и пересказывать Шимад Багаватам, чем читать его. Но это вам говорит просто о чтении обычной, 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 обычной Багаватам. В своих комментариях немножко другое одно, может быть. Но все равно слушать и пересказывать не менее важно, чем читать. То есть суть в том, что надо и слушать, и читать так же. То есть должна быть определенная норма чтения, определенная норма, норма слушания так же и пересказывания. То есть можно ее вдохновить, ей запомниться слушать, начнуть пересказывать, и потом ей захочется прочитать. Уже какие-то недали, напускают. Вот тоже немножко к этому однется вопрос. Вы сказали, что вот Смар, но, точнее, когда мы читаем это как Шрам, как слушание, часто говорят в лекциях, или нескольких раз в лекциях читаем, я начала бы слышала, что именно чтение относится к Смаруном больше все-таки. Потому что там нужно, он говорит, вы не можете просто читать, как бы не размышлять над тем, что Шрам Папа написал, а в лекциях мы уже слушаем размышления лектора, в основном так, часто. Ну, то есть, хотелось уже присоединить, но все-таки это больше к Смаруном, то есть или то и то включается? Смаруном или памятование должен присутствовать во всех аспектах предновослужения. Это очень важный момент, что Смаруном можно рассматривать как элемент осознанности или как отдельный процесс предновослужения. Если мы ее рассматриваем как осознанность, то есть, то, что мы включаем свою память, знаете, как жесткий диск, это компьютер, включаем, и начинаются процессы какие-то, да. То есть, когда мы слушаем лекцию или когда мы читаем книгу, это значит, Смаруном мы включаем свою память, помним об этом. Потому что можно слушать лекцию, можно читать механически. И в этом смысле и то, и другое касается, как Смаруном. И то, и другое. И на самом деле это тот Смаруном, который как раз актуален для нас. Потому что Смаруном, который в чистом виде, который практикуют Бабаджи или жители Гриндавана, то есть, что значит в чистом виде, значит, то, что я уже настолько полон, я уже очень много слушаю, и это просто естественно возникает. Причем Смаруном бывает нескольких видов. Есть несколько уровней Смаруном. Я помню, я 10-2 рабочих любят эту тему разворачивать. Это большая тема, у нас нет уже времени. Но есть много уровней Смаруном. Начиная с концентрации на 12 секунд. Потом Анусмрити и вплоть до Самадхи. То есть Самадхи это один из уровней Смаруном. Когда человек просто, знаете, там его можно толкать, его можно там трясти, но он просто в Самадхи находится. Это называется, как мы говорим, Когда духовные учителя, они оставляют этот мир, они просто, говорится, что они оставляют этот мир до прихода смерти. Они просто погружаются в памятование Кришне, и они уходят в Самадхи. То есть это высочайший уровень Смаруном. На нашем уровне это реально, это просто быть внимательным. А остальные уровни Смаруна, они приходят естественно. Они приходят естественно благодаря слушанию и воспеванию. Слушание и воспеванию. То есть, когда есть внимательное слушание и воспевание, то мы, естественно, поднимаемся на более высокие уровни Смаруна. Продолжение следует...